Здравствуйте, уважаемые телезрители! Эфир Лото 24 продолжает программа МАЕК. Итак, ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во всем мире объединяются для демонстрации поддержки людям, живущим с ВИЧ, и вспоминают тех, кто умер от связанных со СПИДом заболеваний. Прошло уже 40 лет с момента регистрации первых случаев СПИДа, но ВИЧ все еще остается глобальной угрозой. О том, какие мероприятия проводятся в нашей республике, мы поговорим с директором республиканского центра СПИДа Умиткан Джусуповной Чукмуровой. Сегодня она гость нашей студии. Здравствуйте. Мы приветствуем студию Лото 24 в программе МАЕК. Итак, мы сегодня говорим о том, что мы отмечаем Всемирный день борьбы со СПИДом, как в Кыргызстане, так и во всем мире. Скажите, пожалуйста, какова цель этого дня и под каким девизом он проходит в этом году? Спасибо. 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается у нас во всем мире с 1988 года решением Всемирной организации здравоохранения и Генеральной ассамблеи ООН отмечается с 1988 года. В этом году мы отмечаем уже 33 раз. И каждый раз, каждый год по Министерству здравоохранения Крыговской республики, издается приказ о проведении месячника, приуроченный к 1 декабрю, и разрабатывается план мероприятий. На основании этого приказа во всех областях и в городе разрабатывает свой план мероприятий, издаются приказы о проведении месячника. И каждый год есть свой девиз. В этом году нашим девизом является твое здоровье, твои права и твоя ответственность. И цель, как вы отметили, цель этого дня является привлечь внимание общественности. Мы все должны знать, что ВИЧ-инфекция – это не только проблема системы здравоохранения, здесь должен быть мегасекторальный подход. И должны все, почти все министерства, ведомства должны работать над этой проблемой. Поэтому на уровне правительства тоже обращается очень много внимания. На уровне правительства есть страновой координационный комитет, который членом являются все заместители министров всех министерств, ведомств и других комитетов, и проводится очень большая работа. И вот главная цель, как вы отметили, привлечь внимание общественности, подробно рассказать информационную программу, каким путем передается ВИЧ-инфекция, какие пути есть передачи, как можно не заразиться ВИЧ-инфекцией, какие есть лекарства. Об этом мы должны подробно рассказать. Я думаю, что мы сегодня поговорим об этом более подробно. СПИД называют чумой 20 века, и ситуация в Кыргызстане с количеством заболевших, заразившихся, она от года в год меняется. И я надеюсь, что к этому году количество ВИЧ-инфицированных, больных СПИД в нашей республике стало меньше по сравнению с предыдущими, потому что, в общем-то, проводится активная работа по профилактике и лечению. Расскажите, пожалуйста, сколько сейчас человек в нашей стране болеют СПИДом и сколько из них ВИЧ-инфицированы? В чем разница между ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом? У нас в Кыргызстане на 1 ноября 2021 года выявлено всего 11 тысяч 6 людей, живущих с ВИЧ-инфицированной инфекцией. Из них граждане Кыргызской республики 10 395, 611 иностранные граждане. Если взять по путям передачи, парентеральный путь передачи составляет 40%, половой путь передачи составляет 52%, вертикальный путь передачи от матери-гребенка составляет 2,7%. Если взять по полу, мужчина составляет 63%, женщина составляет 37%. Если раньше, например, на первом месте был парентеральный путь передачи, сегодня превалирует половой путь передачи, потому что безответственное отношение к своему здоровью рост идет среди молодежи от 20 до 39 лет, они составляют 64% от общего количества ВИЧ-инфицированных. И с момента регистрации умерло где-то 2385 людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Да, многие задают вопросы, многие не знают даже разницы ВИЧ-инфекции и СПИДа. И вот ВИЧ-инфекция, ВИЧ, это говорится о вирусе иммунодействия человека. Этот вирус способен жить только в организме человека, во внешней среде она неустойчивая. Она передается человеку парентеральным путем, это парентеральный путь передачи, когда передается через нестерильные иглы, через донорскую кровь. Второй путь передачи, половой путь передачи, это когда вступают незащищенные половые контакты, беспорядочные половые контакты, и третий путь передачи, это вертикальный путь передачи, когда ВИЧ передается от матери к ребенку во время беременности, во время родов и после родов через грудное молоко. Но я хотела бы отметить наше большое достижение, потому что в Кыргызстане в целях раннего выявления, в целях раннего подключения к лечению внедряются очень много новых метод диагностики. Об этом говорят во всех международных организациях, тоже отмечается, что мы в Кыргызстане, переде других стран, внедрили очень много новых методов диагностики. Это, например, мы внедрили экспресс-тестирование по сульне, это внедрили с 2013 года. В тюрьмах, колониях, центрах семейной медицины, на базе неправительственной организации внедрили метод экспресс-тестирования по сульне. В родильных домах внедрили экспресс-тестирование по капиллярной крови. Если женщина не встает на учет по беременности, сразу поступает на роды родильные дома, там проводится экспресс-тестирование по капиллярной крови. И все родильные дома в достаточном количестве обеспечены экспресс-тестами антиретровирусным препаратом для роженицы и для новорожденного ребенка. Также мы внедрили метод тестируя и лечи. Если раньше мы лечение назначали в зависимости от уровня СД-4 иммунной клетки, а сегодня мы на основании метода тестируя и лечи сразу при выявлении назначаем антиретровирусные препараты. Потому что антиретровирусные препараты, действия препаратов, когда вирус поступает в организм, она же поражает иммунные клетки. И поэтому, когда принимаем аэровые препараты, снижается активность вируса. Они не прикрепляются иммунным клеткам, поэтому мы достигли результатов, что передача ВИЧ-инфекции от матери к ребенку сократили до 1-2%. Но все-таки важно обратить внимание на то, как выявляется ВИЧ и СПИД у нас в обществе. Вы сказали, что женщины двукратно сдают анализ на СПИД в начале беременности, в конце беременности. И половые партнеры тоже обследуются. И половые партнеры тоже обследуются, в тюрьмах проводятся. По какому плану вы проводите вот эти мероприятия среди наших других граждан? В 2016 году на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН было принято решение, поставили задачу перед мировым сообществом, чтобы в 2030 году не было ни одного случая ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатитов, малярии и других тропических заболеваний. Для достижения этих задач ЮНИЦ, программа ООН по ВИЧ-СПИДу, разработала стратегию 90-90-90. Мы должны были к 2021 году выявить 90% ВИЧ-инфицированных, второй 90% это подключить к АРТ-терапии, третий 90% кто получает лечение, должна быть неопределяемая вирусная нагрузка. Но Кыргызстан в связи с коронавирусной инфекцией, мы не достигли этих целей, мы достигли 80%, первый 90% мы достигли 80%, второй 68% и третий на 80%. Потому что во время коронавирусной инфекции мы не могли проводить соответствующие профилактические мероприятия и другие мероприятия, поэтому мы не достигли цели. Но ЮНИЦ в этом году тоже очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН поставили перед сообществом цель 95-95-95. Мы в 2026 году должны достигнуть этих целей. Первое 95% должны выявить 95% инфицированных, подключить к лечению, и неопределяемая вирусная нагрузка должна быть. Но у нас в Кыргызстане, у нас есть программа прогнозирования спектрум, по прогнозу у нас в Кыргызстане проживает 9200 вичинфицированных живых людей. Мы должны сегодня выявить около 1500-2000 вичинфицированных, которые не знают свой статус. Скажите, пожалуйста, какие достижения достигла медицина именно в лечении больных со СПИДом? Раньше, когда не было антиретровирусных препаратов, мы всё время говорили, что это чума XX века. Этот стереотип до сегодняшнего дня у некоторых сохраняется, но у нас есть антиретровирусные препараты, которые, принимая больные, принимая этот препарат каждый день пожизненно, могут иметь возможность жить долго, работать, учиться, заводить семью. Рождаются у нас здоровые дети. Поэтому у нас аэропрепаратов в очень достаточном количестве выдаются бесплатно. Все анализы на вичинфекцию, на вирусную нагрузку, на СД-4, на другие биохимические анализы делаются у нас бесплатно. Вы сказали, что проблема борьбы со СПИДом – это не только, допустим, медицинская проблема, но это всего общества, в том числе и представителей кабинета министров, и местных властей. Какие мероприятия проводятся именно на разных уровнях для того, чтобы информировать людей об этой болезни, о том, как не заразиться, и уберечь себя и своих близких? У нас в стране разработано 5 государственных программ, где есть обязанность всех министерств, всех государств. Каждое министерство в своих организациях должно проводить соответствующие мероприятия, информационную какую-то программу. И в правительстве в 2016 году, когда сократилось финансирование глобального фонда на 25%, была создана большая комиссия, где были включены представители всех министерств и ведомств, разработана дорожная карта по постепенному переходу на государственное финансирование. И решением этой рабочей группы было принято решение, что ежегодно выделять по 20 миллионов сомов на статью «Медикаменты» Республиканского госпит-центра. В 2016 году было выделено 20 миллионов сомов, в 2017 году было 43 миллиона сомов, в данный момент выделено 63 миллиона сомов для закупки аэропрепаратов и тест-систем. Получается, мы за счет бюджетных средств покупаем 50% аэропрепаратов и тест-систем, за счет бюджетных средств, а 50% покрывает нам глобальный фонд. И роль правительства оказывает нам большую поддержку. Проводится даже раз-два раза в год заседание многоскоординационного комитета при правительстве странного координационного комитета. Во всех областях есть областный координационный комитет по борьбе вещества, брюкоза, малярии. И вот роль правительства очень важна и велика. А как принимают участие именно местные власти, представители общественных организаций? Да, мы тесно сотрудничаем со всеми международными организациями, неправительственными организациями, со всеми структурами мы тесно сотрудничаем. Например, свежие примеры. Мы недавно подписали меморандум о взаимопонимании и взаимопомощи Государственной службе исполнения наказания. Потому что у нас там тоже есть наши больные, которые получают лечение, чтобы им своевременно доставлять аэропрепараты, своевременно обследовать на ВИЧ-инфекцию, чтобы они не прерывали лечение, чтобы проводить профилактические мероприятия, например, раздача презервативов, обмен шприцов, метадонную программу. Чтобы проводилось на уровне качественно, чтобы мы подписали договор с Государственной службой исполнения наказаний. Такие договоры есть со всеми министерствами и проводится большая работа. Скажите, пожалуйста, как изменилось отношение в обществе к людям, которые больны ВИЧ и СПИДом? Ведь раньше, если человек заболел СПИДом, он старался скрыть эту информацию для того, чтобы не было такого отторжения, чтобы его принимали на работу, он мог учиться и создавать семью. Вы сейчас сказали, что больные с ВИЧ и СПИДом спокойно живут в нашем обществе, создают семьи, работают, учатся и даже рожают детей, которые рождаются здоровыми. Благодаря чему изменилось отношение людей окружающих к больным СПИДом? Мы, наверное, больше информируем население. Одна причина. И вторая причина. Раньше, как я сказала, мы говорили, что это чума XX века. В настоящее время у нас есть препараты, поэтому мы говорим, это хроническое, длительно протекающее инфекционное заболевание. Поэтому люди уже знают, что это не чума XX века. У кого есть какие, например, симптомы ВИЧ-инфекции, люди обращаются в стационары. В стационарах или на первичном уровне врачи все осведомлены, какие больные должны обследовать стационарную инфекцию. И где-то 50% ВИЧ-инфицированных мы находим по клиническим показаниям, после обследования по клиническим показаниям. Но у нас есть, конечно, самостигматизация на высоком уровне. Мы, когда выявляем ВИЧ-инфицированных, мы результаты говорим только самому. А кому будут говорить? Знакомым, родственникам, родителям, жене или мужу? Они сами решают. Поэтому все не должны бояться, что кто-то знает о его статусе. Он сам решает, кому говорить. У нас сегодня, мы говорим постоянно, что у нас лекарств в достаточном количестве. Поэтому сейчас люди, многие уже не боятся ВИЧ-инфекции. Они считают, как обычное хроническое инфекционное заболевание. Нужно еще раз подчеркнуть, что СПИД не передается воздушно-капельным путем. Есть специфические способы передачи. Здесь ответственность большая ложится на людей, которые непосредственно соприкасаются с инструментами и кровью. В частности, это представители наших салонов красоты, которые делают маникюр и педиакюр. Это врачи, это стоматологи. Скажите, пожалуйста, они осведомлены о правилах гигиены и о правилах для того, чтобы обработки соответствующих инструментов? Да. Вирус способен жить только в организме человека. Во внешней среде он неустойчивый, как я сказала. Например, в стоматологических салонах, как вы отметили, в лечебных учреждениях мы должны сами быть более грамотными, должны сами требовать, чтобы обработали ножницы, остаться в парикмахерских салонах красоты, чтобы обработать маникюрные приборы. В стоматологических салонах, когда заходите, надо требовать, чтобы при вас открывали стерильные инструменты. В стационарах, чтобы при вас открывали одноразовые шприцы, системы. Поэтому должны быть сами более грамотными. И в лечебных учреждениях новых случаев передачи через инструменты, через игры у нас новых случаев нет. Но, как вы знаете, были случаи, когда мы заразили детей в Ужской области. И в данный момент ведется строгая инфекционная контора в стационарах, в лечебных учреждениях, в составе стационарных педслужбах. И в парикмахерских, и в салонах красоты тоже проводятся такие мероприятия. Они осведомлены, что такое ВИЧ, каким она путем передается, как обрабатывать инструменты. Они все осведомлены. Но заказать, чтобы они заразили стоматологией, или у стоматолога, или в салонах красоты, у нас такой статистики нет. Скажите, пожалуйста, как пандемия коронавируса повлияла на людей с ВИЧ? Во время пандемии никто же не входил на улицу. Наших больных мы обеспечили аэропрепаратами в достаточном количестве. Мы выдавали запас на 6 месяцев. Но нашим больным мигрантам и некоторым нашим людям нам помогали неправительственные организации. Мы составили договорку, Курзерская организация, которая доставляла аэропрепараты нашим больным, и мигрантам, и нашим больным. Но проблем доставки аэропрепаратов у нас не было. Если больной с ВИЧ или СПИДом заразится коронавирусной инфекцией, как протекает болезнь, есть ли какие-то осложнения? Так как наши больные принимают антиретровирусные препараты, это тоже вирусные препараты, тяжелых случаев среди наших больных не было. Они протекали в легкой форме. И прививку тоже получали, как обычные люди. То есть прививка от коронавируса, она не противопоказана? Не противопоказана. Даже мы призываем всех получить вакцину. Какие профилактические меры вы еще раз подчеркнете для каждого из нас? Мы в канун месячника, даже круглый год, мы проводим очень много профилактических препаратов. У нас в соцсетях есть сайты, которые в Инстаграме, в Фейсбуке есть странички, которые очень много обращаются, подписчиков очень много. Мы ежегодно даем информацию о путях передачи в инспекции, опубликуем статьи, даем статьи газеты, центральные газеты. И проводится очень много мероприятий, как я сказала. Сейчас, в данный момент, у нас проводится экспресс-тестирование по сулени, в крупных торговых точках, рынках тоже проводится. Мы за один месяц протестировали 1900 желающих. Среди них выявлено 7 случаев ВИЧ-инфекции. Вот такие мероприятия проводятся сроком масштабно. Огромное вам спасибо за то, что вы начали время прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. Уважаемые телесредители, мы беседовали с директором Республиканского центра СПИД Умиткан Джусуповной Чукмуровой. Оставайтесь на ЛАТО 24. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова